Всем привет! Заключительное обновление этого года уже вышло в War Thunder'е. Крылатые львы. Так называется обнова, которая привносит очень много новой техники, новый рендер, визуальное улучшение и еще кучу других интересных нововведений, на которые мы сейчас посмотрим. Начнем. Вы еще не играете в War Thunder? Чего ждете? Игра не стоит на месте и развивается с каждым обновлением. Выходит новая техника и обновляется движок игры. Тем более в одной игре есть вся техника. Танки, самолеты, корабли и вертолеты. Врывайтесь в игру по первой ссылке из описания, регистрируйте новый аккаунт, качайте игру и залетайте в бой. Первое, что нас встречает, это большое количество визуальных улучшений. Главное, что мне понравилось, это новая анимация тарана. Теперь лететь в лоб на полной скорости стало веселее. Не могу пропустить мимо новый выхлоп двигателей, пыль и грязь из-под гусениц и новые облака пыли от выстрелов. Теперь, когда вы стреляете на наземке, вздымаются облака пыли от ударной волны выстрела. Выглядит очень занимательно. На частицы тумана или огонь будет влиять атмосфера и эти эффекты будет гармонично сносить в сторону. Такие мелочи сильно влияют на погружение в игру. War Thunder славится своей проработкой эффектов и детализацией мира игры. И что выделяется из ряда вон, это новые эффекты попаданий по наземной технике. Теперь визуально отображается пробитие и тип снаряда, который попал по броне. Аж самому захотелось ворваться в танки. Полный список графических улучшений на экране. Самое главное для меня и всех игроков это новая израильская ветка War Thunder. Нас уже ждет в игре целых 20 самолетов разных классов. Авиация для меня, конечно это дремучий лес, сыграл когда-то десяток другой боев и перешел в танки. Но могу сказать, что разработчики сильно запарились, чтобы добавить 14 реактивных и обычных истребителей, 3 ударных и 3 бомбардировщика. Это уже очень жирненько получается. Любители авиации наверное сидят в конвульсиях от такого количества новой техники. На самолеты установлено сверхсовременное вооружение, ракеты и бомбы. Впечатляет правда? Есть что осваивать и изучать в игре. Собственно поэтому обновление и называется Крылатые львы. Потому что обновление больше про авиацию. Вот список всей новой авиации из официального сайта. И как вы видите есть несколько образцов, где просто улучшили модельки. Перейдем к наземке. В ветку израильских танков добавили всего-то на всего два премиум танка. Но каких? Первый средний танк Меркава Марк 2 с рейтингом 9.0. На борту стоит замечательная пушка с пробитием 400 миллиметров и неплохим бронированием для среднего танчика. Второй средний танк М51, созданный на базе американского Шермана. Рейтинг 6.0. На нем установлена 105 миллиметровая пушка с пробитием 400 миллиметров, что впечатляет для такого рейтинга. Советская ветка приобрела новую технику. САУ-2С-3М Акация. В базовой комплектации идет как фугасница. Но и может колоть броню другими снарядами до 250 миллиметров БПшками. Рейтинг 6.3. А вот французы пополнили свою коллекцию новым средним танком Леклерк. Пушка Клерка пробивает до 575 ОБПСами и имеет 120 калибр. Рейтинг у танка 11.0. Довольно высокий рейтинг, кстати, киберкатлетный. Шведская ветка получила Бант Кэнон-1. Это огромная самоходка с высокой скорострельностью и 155-мм орудием со снарядами, заряженными 7.5 килограммами тротила. Рейтинг техники 7.0. Неплохая машина, внушающая страх. Кому интересно, вот полный список танков, которые ввели в игру. Тут тоже есть техника, которой изменили внешку. Флот игры тоже был пополнен новенькими представителями. Шесть кораблей вошли в порт игры и полный список нововведенного флота вы видите на экране. Если все подробно рассматривать, то вы тут останетесь до вечера. К израильской технике добавили тематическую новую карту Израиль. Пока еще это карта для самолетных боев. Чуть попозже, думаю, что разработчики ведут эту карту для наземки и потом адаптируют и сделают побережье для кораблей. Почему нет? Также разработчики проделали огромный пласт работ над ошибками, мелкими правками и балансировкой техники. С полным списком вы можете ознакомиться по ссылке из описания. Вот такое обновление получилось. Новая ветка Вартандер привносит уникальный опыт. Плюс много новой техники, которую нам еще предстоит исследовать. В целом обновления хорошие. Игроки долго ждали танк Меркова израильской ветки и авиацию с современным вооружением. Новые игроки, обращаюсь к вам. Если вы еще не играете в тундру, скорее залетайте по ссылке в описании, регистрируйтесь и прокачивайте новую ветку техники. Сейчас лучшее время. Вам спасибо, что смотрели. Надеюсь вам понравился мой обзор. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. А также я подобрал для вас пару крутых роликов, которые можно посмотреть. И да пребудет с вами Шара.